Я рада приветствовать всех гостей 28-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня нам предстоит очень интересная беседа с неожиданным автором. И его знания, его регалии, я надеюсь, очень заинтересуют всех гостей выставки. А книга также представлена в экспозиционных шатрах. Итак, я хотела бы вам представить автора метода саморегуляции «Ключ», известного советского и российского ученого-психофизиолога, врача-психиатра, психотерапевта, рефлексотерапевта, кандидата медицинских наук, писателя, психолога, члена Творческого союза художников России, заслуженного врача Республики Дагестан, лауреата премии Ленинского комсомола Армении, Хасая Магомедовича Алиева. Здравствуйте, Хасай Магомедович, очень рада вас видеть. Здравствуйте, я вас приветствую, очень благодарен, что вы меня так громко представляете. Сегодня мы поговорим с вами о вашей книге, которая, во-первых, заключает весь тот опыт и все те знания, и те знания и мудрости, которые вы, я надеюсь, поделитесь в течение часа нашей беседы. Книга называется «Метод-ключ» от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать на тебя. Но перед тем, как поговорить о книге, я бы хотела спросить, эта книжная выставка-ярмарка проходит в год 30-летия создания Содружества независимых государств и проходит в Минске. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то личные воспоминания, связанные с Минском, с Беларусью? – Ну, конечно. Во-первых, у нас Наташа Кузьмина, которая сейчас заканчивает новую книгу, она писатель. Она там в Минске, там не в Минске, а в городке, который под… Ой, Господи. Ну, такой городок, такой вот маленький такой, так и называется городок. Но это там, где все вот эти вот великие, и Шагал, там, и все другие, где работали. Там, под Минском, есть такой город. Ну, ладно, я вспомню. Я просто уже, мне уже 75 марта, 4-го числа. – Как раз накануне вашего юбилея мы с вами встречаемся. Очень приятно. Я хочу сказать, что у меня была возможность, столько лет я работаю, создавать методики, проверять методики, которые есть в мире, все методы, которые есть в мире, йога, медитация, там, метод Сильвы и прочее, прочее, прочее. Это изучать, изучать, что лежит в их основе, и вот эту соль всех методов мира в рациональном виде вынуть и на доступном языке дать нашему современнику. – То есть ваша книга, она нацелена больше на такого вот обычного рядового читателя, не на профессиональное сообщество, правильно я поняла? – Ну, вообще-то, на массовое использование, потому что у нас часть метода ключа синхрогимнастика по методу ключа уже много лет в учебнике по физкультуре для российских школ. То есть она даже для детей 10-11 классов, начиная, а дальше уже без возрастных ограничений для всех, и бабушек, и дедушек. Но самое интересное, что метод ключ такой, что он распространяется по миру, как по закону цепной реакции. А насчет Минска у меня есть еще воспоминания. Дело в том, что я приезжал в Минск на чемпионат, мировой чемпионат по шахматам, где играл Соколов с гроссмейстером Рафика Рафаэлом, забыл фамилию тоже. Они играли, и Рафаэл как раз-таки на сухую проигрывал молодому Соколову на чемпионате мира в Минске. И меня, поскольку я тогда работал по приглашению, я работал в Центре подготовки космонавтов, где я создал мне этот ключ, меня потом пригласили в Армению, и я 15 тысяч женщин обучал снимать усталость при работе с микроскопами. И меня тогда армяне пригласили, что Рафик не может проигрывать на сухую. Наверное, какой-то гипнотизер там в зале есть. Но тогда это модно было там, после выступления Корчнова и прочее, модно было, что кто-то там мешает в зале. И меня пригласили туда, и я сижу в зале и смотрю. Я-то сам шахматы не любитель. Ну, знаю, как пешка, конь ходит и все. А тут чемпионат мира, а мне надо ему помочь. Вы представляете ситуацию экстремальную? Я ему помог. После того, как я ему дал совет, у него перестали быть сухие. Ну, партия в целом была проиграна, всякого выиграла. Я ему сказал, я нашел Рафик твоего гипнотизера в зале. На перерыве я ему потом сказал. Он говорит, кто? Такой уже. Кто? Кто меня там мешает в зале? Я говорю, ты сам. Он говорит, как я? Я говорю, слушай, я вот сижу пять часов и сейчас смотрю. Соколов сделал ход. Сосвяточился, сделал ход и походил. А ты сделал ход и продолжаешь сидеть сосвяточенный. И поэтому делаешь зевок, от которого все удивлялись. Что это он делает? Гениальный ход, шедевр, а потом делаешь зевок. Поэтому и доволен, что какой-то гипнотизер мешает. Я говорю, ты вот в момент, когда сосвяточился, сделал ход. Ну, вздохни, походи. Молодой-то делает, а ты все время продолжаешь на истыщение уже работать. И поэтому зевок делаешь. Этот зевок сделай в комнате отдыха. И пошли уже ничьи. Вот так вот. Так что я не вспоминаю. Замечательно. Вы уже несколько раз упомянули вашу методику ключ. Давайте немного расскажем читателям и гостям выставки. А в чем заключается этот метод ключ? На самом деле, каждый человек инстинктивно, начиная с детства, делает какие-то защитные инстинктивные движения. Например, когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, чешет голову там, ну, и жвачку жует. От чего, собственно говоря, вот от этих повторяемых движений и произошли. Молитва повторяемая, четкие, перебирание чего-то. То есть повторяемые движения снимают напряжение. Это формула, которую я определил, и которую раньше для меня не знали. Я как ученый, как психофизиолог, я ее сформулировал. И много лет я объясняю людям, что повторяемые движения снимают напряжение. Кроме того, частота повторяемого действия соответствует уровню напряжения. Вот поэтому, когда у человека стресс, например, перед экзаменом, перед чемпионатом мира, ну, вообще перед свиданием, ну, важным выступлением, у него бывает, спортсмены говорят мандраж, а нервная дрожь, говорят девушки, нервная дрожь. Вот это вот повторяемое действие, либо ты ходишь сюда-сюда по комнате, а когда частота увеличивается, уже дрожь. То есть в зависимости от роста напряжения. Ну, я, во-первых, сказал, что в основе этого повторяемого действия лежит автоматизм. Поэтому, если ты просто возьмешь, например, представишь себе в образе, что твои руки автоматически расходятся, тоже снимается стресс. А во-вторых, если ты дрожишь, так чтобы снять стресс, надо просто дать волю подрожать. Вот так я вот два входа определил, что можно подобрать синхронные действия текущему состоянию индивидуальному. На этом построены все приемы. А можно сделать идеомоторные приемы. Например, чтобы палец пошел. Вот ты вообразил, что палец пошел, задумался, не мешаешь этому, и образ вызовет рефлекс. И пока ты это делаешь, а раз усилие вызвало результат, напряжение падает. То есть там два входа. Но об этом мы еще поговорим. Но самое интересное, что я приехал, например, я готовил парусный спорт, олимпийскую сборную. Приехал в Китай, и там, значит, наш спортсмен ко мне подходит, говорит, слушай, у меня такая мандраж такая, мне через два часа выступать. Гонки у нас. Может мне пойти массаж сделать там или на вибрационный стенд пойти там. Ну, в Китае. Я говорю, ну, если тебя трясет, так потрясись. Он говорит, ну, что, я дурак, что ли, трястись. Я говорю, да ты потрясись. Он встал и стал трястись. Я говорю, трясись в резонансе с тем, как тебя трясет. И он нашел резонанс, и трясется, трясется. Потом сел и говорит, слушай, отпустил, как гора с плеч. А что это такое? А почему все не делают? Я говорю, да что же. Потому что не знают. Ну, вот эти приемы в книгах моих. Как раз, кстати говоря, первая книжка у меня, когда и Беларусь, и Россия, все вместе были. Это же в СССР. В 90-м году у меня вышла первая книжка «Ключ в себе». И она была массовая. Ну, естественно, все знали «Ключ в себе», «Ключ в себе» и «Центральное телевидение», когда еще было. Когда еще не было Первого канала российского, «Центральное телевидение», ее же все смотрели. И Украина, и Беларусь, и все из других стран смотрели. И с этого метода «Ключ в себе» началась тогда телепрограмма популярная и для детей, и для взрослых. Называлась «Помоги себе сам». Да, я уверен, что в Беларуси меня, ну, может, то поколение, они меня, может, знают, как увидят, что, а, это же метод «Ключ», да, я слышал. Или кто-то скажет, я свою бабушку учил уже этим методом. Вот, да, действительно, бабушка с давлением, например, у нее что-то болит, а у нас школьники бабушку учили. Держи, гай, руки вот так, положи, гай, их так, чтобы было без напряжения. Вообрази, что они расходятся, или вообрази, что они сходятся, как магниты. Что тебе удобнее? Она так вообразила, ручки пошли, 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 и тело начало покачиваться, а это уже расслабление. Вот, когда человек расслабляется, он покачивается. Ну, пьяный тоже, пьяный, он идет, покачивается. Ну, это всегда так, вы музыку слушаете, тоже покачивайтесь. Можете просто вот так сидеть и вот так отпустить себя, покачиваться, тоже расслабитесь. Я уже одновременно учу, пользуюсь моментом, уже всех обучаю. Они когда будут книжку читать, вообще там супер. Ну и он бабушку так раз, и бабушка сидит и говорит, ой, отпустила, голова отпустила. Все удивляются. Это как научное чудо такое. Вот мои впечатления в Белоруссии. Я ответил на вопрос. Да, но когда люди делают такие упражнения, некоторые стесняются делать это на людях. А нет иногда возможности снять стресс, когда ты находишься в какой-то очень стрессовой ситуации, и в то же время тебя окружает много людей. Может быть, есть какой-то прием, который вы тоже описываете в своей книге, и может пригодиться нам всем, чтобы снять стресс, если это состояние паники, состояние давки. Может быть, еще какая-то стрессовая ситуация. Вот что сделать человеку, и так, чтобы не застесняться, чтобы на него как-то не посмотрели слишком. Понятно. Стресс – это, отвечаю, стресс – это транс неуправляемый. Транс, причем с ожиданием. Это фиксация внимания, фиксация внимания, как самогипноз. Стресс – это неуправляемый самогипноз, когда ты зафиксирован в ожидании негативного исхода ситуации. То есть у тебя одна доминанта, а тебе надо создать противоположную. Если ты еще не знаешь метода ключ, если ты не тренировался, то тебе надо создать противоположную конкурирующую доминанту. Ну, например, раньше, например, в Институте благородных девиц до революции еще учили, если тебе страшно, прикуси язычок. Девочек учили. Да, я просто пример привожу, как создаются противоположные экзаменанты. А ты возьми себе кончик мочки ушка, в трамвае едешь, в троллейбусе, или в самолете летишь, или на пароходе, или в давке там где-то, или на экзамен вышла, или на свидание, или на встречу, или спортсмен перед боем, и у него мандраж. Возьми себе ухо немножко, раз, прижми кончик. Это создает конкурирующий сигнал, и тот доминант, который был одна, она получает тут же конкуренцию. И мозг распределяет энергию по закону сохранения энергии теперь уже на две доминанты. И поэтому та доминанта, которая была, страха, она уже не перестает питаться энергией, и человек немножко становится увереннее. А каратистов как учат? Их учат, если ты боишься соперника, если душа ушла в пятки, сожми кулак до полной силы. И как он сожмет кулак, он свое тело начинает чувствовать, и душа опять возвращается. Я говорю метафорами. То есть конкурируешь сигнал, создать надо. Ну, поэтому, когда у человека давление высокое, ножки парят там, или ручки у осматика, когда у него приступ, что надо сделать, чтобы снять эту доминанту страха и снять спазм, руки в горячую воду. Это же знают все врачи, которые учат профилактики стрессов своих пациентов, осматиков. Ну, вообще, в принципе, это я сказал на всякий случай, скорую помощь, уши разминать, уши разминать очень помогает. А вообще, в принципе, надо научиться методу, чтобы вы могли и в самолете, и в любых условиях, и в давке, и не в давке. Когда надо принимать экстренно мудрые решения, а у вас голова в суете мыслей, в страхе, и за ошибку, и вы не знаете, какое решение принять. Надо знать уже метод. Для этого надо пройти несколько занятий. И в этом смысле книга очень поможет. Там как раз таки есть эти приемы. Если вы несколько дней там их попрактикуете в удобное для себя время. Ну, они же короткие, там, 5 минут, 10 минут приема. Да, у вас вырабатываются навыки. И вы потом, когда попадаете в эту давку или в эти экстремальные критические ситуации, вы вспомнили это состояние ключевое, которое там в приемах, как разгрузка, например. Да, и у вас опять вот эта суета мысли уйдет, а появится вот эта безмятежность. И вы на этом фоне легче решите свой вопрос, который вас волнует в данный момент. Очень интересно. Но я бы хотела еще для читателей и гостей выставки сказать, что у вас уникальная судьба в том плане, что вам удалось поработать с ключевыми сферами и с представителями ключевых сфер всего, что касается жизни. Вы работали с космонавтами и с отрядом космонавтов Гагарина. Обучали военные персоналы атомовходов. Вы первыми выводили из стресса пострадавших после терактов. И в Кизлярии, в Каспийске, в Беслане, в Москве. Вы обучали психологов МЧС, Минобразование, Минздрав, журналисты. Вы тоже с ними работали. Скажите, пожалуйста, если перейти к более серьезной теме, что теракты – это сейчас действительно основная угроза 21 века. Многие люди боятся за свою собственную безопасность. Они поддаются вот этой панике, страху. То вот как человек, переживший теракт, у него происходят какие-то психологические изменения? И как дальше реабилитировать такого человека? Ну, конечно, человек перенес травму, психологическую, психотравму. Как раз-таки я учил психологов МЧС и психологов Минобразования, чтобы они научились работать с такими людьми. Теракт – это только один из таких моментов. На самом деле дети получают психотравмы постоянно. Двойку получил не в тот момент, когда был психологически к этому настроен. Ну, допустим, ребенок очень хотел пятерку или там четверку. От этого многое зависело. Или отец ему сказал, без стройки, с двойкой ко мне домой не возвращайся. Мало ли еще, да? И он бах, двойку получил. У него тоже психотравма. Или девочку мальчик обидел. А сколько девочек у меня было после изнасилования, которые в самом разном возрасте. Вы знаете, ведь у ненормальных людей не так мало, к сожалению. А вот эта девочка пострадала, допустим. Она была в шестом классе или там в каком-то. И вот с тех пор она, уже ей 35 лет. И она приходит и говорит, я с тех пор вот даже сама не пойму. Ну, да вроде я об этом не думаю. Она в тайне это держала. И от родителей, и от мамы, и от всех. Даже сама не пойму. И даже я вроде бы... А я вот метод ключ позволяет, не задавая лишних вопросов. Потому что, ну как вот во время, после таракта, вытаскивать сотни людей, да? Вот Беслани, например. Опрашивать. Времени-то нету. И потом там же психологические методы обычные. Только ключ позволяет вытащить человека из шока, потому что он просто психолога не слышит. Он в своей драме находится, и он никого не слышит. Как-то может там с ним разговаривать. И там вот ключевые приемы помогают, потому что, еще раз повторюсь, они основаны на инстинктивных действиях человека, которые человек и сам делает. Ну вот в книге как раз, в нашей новой написано, какие инстинктивные действия человек сам делает, и чему нас никогда не учили. Ну а можете привести пример, какие инстинктивные действия? Ну она сидит и пытается плакать, и пытается в этот момент, не зная о том, что вот этот стон, который она хочет сейчас делать, как раз инстинктивное действие. И ее никогда не учили, выпусти этот пар, выпусти. Раскачивайся вот так вот, и стони, и стони, и стони, и стони, и выпусти пар. Ее же не учили, ее же всегда учили, держи себя в руках. Да. Ее всегда шаблонно учили, что если тебе плохо, думай о хорошем. Она пытается думать о хорошем, а у нее доминанта плохого. Ну как она может думать о хорошем, если у нее сына убили? Ну как это может быть? Ну вот это же вот, видите, какая ситуация. Ключ основан на инстинктивных действиях. У миллионов людей какие инстинктивные действия в этот момент происходят. И ты ей говоришь. Вой, стони, плачь. Она говорит, так сколько же я буду плакать? Если я сейчас начну плакать, я буду плакать все время. Я говорю, плачь, но на фоне повторяемого движения. Я же сказал уже, повторяемое движение снимает напряжение. Но надо, чтобы ритм повторяемого движения был синхронен к текущему индивидуальному состоянию. Если вы будете повторять это движение несоответственно своему резонансу. Почему людям не нравится, когда кто-то ногой качает? Потому что это ему не соответствует. Это его раздражает. Поэтому в культуре говорят, не качай ногу. А как ребенку, например, на уроке, если он нервничает, он качает ногой. А ему говорят, не качай ногу. Как быть? А вот тогда вот и есть решение. А ты дома качай сколько хочешь во время занятия по тренировке, по ключу. Потом сядь, отпусти мыси на самоделку. У тебя наступит равновесие, безмятежность. Запомни это состояние. И потом, когда у тебя будет какая-то напряженность, ты вспомнил это состояние и успокоился. То есть это выработка навыков. И вот эта девочка, которую изнасиловали в то время, в том возрасте, будь то, или человек после таракта, неважно. Она делает шалтай-болтай. Вот там есть прием в книжке. Шалтай-болтай. Это как дети делают. Дети делают это непроизвольно. Это инстинктивно. Они стоят и вот так болтаются. Поэтому это упражнение у меня названо шалтай-болтай. Чтобы было четко и понятно. Здесь как в йоге. Каждое упражнение имеет свое собственное имя. Кстати, я попутно скажу, вот, например, по йоге книжка. Ее написал полковников Юрий Николаевич. Как продлить годы жизни йога. Так вот, полковник, видите? Да, вижу. Хорошо видно. Полковников был первый человек в СССР. Да, который написал книги про йоги. У него там их 10-12. Первые книги про йоги. Который создал первый кооператив йога в Москве. Полковников. Так вот, если любители йоги откроют такую старую книжку, то там они прочитают в одной главе, что йога готовит сначала тело, потом дыхание, потом медитация. А как собрать все это в целом? А там написано, с помощью метода клич. И поэтому многие йоги, которые и тренеры по йоге, и те, кто увлекается йогой, если они используют эти ключевые движения, шалтай-батай, хлёшь руками по спине, весь назад, весь вперёд, проходы вниз, лёгкий танец там. Но там всё это в этой новой книге есть. Если человек перед занятиями йоги использует ключевые движения, ключевые приёмы, у него занятие идёт как из пушки. И очень многие, которые цигуном занимаются, они применяют ключевые приёмы, и у них цигун становится как танец вообще. Они просто удивляются. Он говорит, я несколько лет занимался цигуном, а оказывается, я их делал чисто механически. А теперь я понял, что там левитирующие движения в цигуне. А вот эти левитирующие движения, когда на полуавтомате движение идёт, ты захотел, движение пошло. Вот оно на самом деле у настоящих цигунистов. Вот там вырабатывается десятки лет. Человек прочитал книжку, посмотрел принципы, оказывается, он может за 10-15 минут научиться. И цигун правильно делать, и йогу правильно делать. Да, тем более, что сейчас цигуны йога достаточно популярны среди и читателей, я надеюсь, тоже. Будет очень полезно им прочитать вашу книгу. А вы можете рассказать о вашей работе с космонавтами и о том, как вы работали с отрядом, который готовился. Программа была «Марс-500», 500 дней Марса, где космонавты были закрыты. Они в изоляцию готовились. Год в изоляцию, в карантин. Они это прошли раньше на три года. Конечно, конечно, конечно. Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что ключ состоит из нескольких разделов. И в новой книге вот этот ключ от комнаты. Вот мне уже подарили мою книгу, прислали. Вот тут написано самое главное. Заставь стресс работать на себя. На тебя. Вот это главное. Дело в том, что все существующие методы мира, или если вы сайты посмотрите, там написано «управление стрессом». И все думают, что там это «управление стрессом». А там речь идет о снижении стресса. Но снизить стресс можно музыкой, стресс может алкоголем, пирожным. Снизить стресс можно. А использовать энергию стресса этого в мире никогда не было. Вот здесь впервые. То, чего никогда не было в мире. Мы этот секрет открываем. Как использовать энергию стресса в собственных интересах? Вот эта девушка, которая пришла, которая там в детстве изнасилована, там школьная. Я ей сказал, как использовать вот это переживание, энергию стресса, в собственных интересах. Она теперь большой художник Вот вы представляете Это очень интересная штука Поэтому у нас здесь Вот этот вот Логотипчик там Летающий человечек Звезды над нами Я вот не вижу отсюда Звезды над нами и космос Внутри нас И упражнение полет Это из ключа Потому что человек может Делая вот эти повторяемые движения Делать идеорефлекторные Левитационные движения Сейчас я перейду к космонавту Выйти на состояние Невесомости В котором на самом деле Возникает Ну если говорить языком Метафор Возникает как раз таки Вот это ощущение связи С бесконечностью С безвременностью Вот с этой безмятежностью Кстати говоря Вот это состояние безмятежности Когда нет суеты мысли Нет мятежа мысли Безмятяжности Она в религии тоже есть Она называется Молитвенная благодать Но там же тоже Повторяемые движения В конечном случае Снимают это произведение И выходят Состояние безмятежности На котором ты Производишь молитву Я механизмы Как ученые И молитвы И танцев И рок-н-ролл А почему рок-н-ролл Пошел по всему миру Потому что там свободный Повторяемые движения А в обязательном танце Это в дисциплине движения Это не у всех снимает стресс И обязательный танец Это не для всех А рок-н-ролл для всех Поэтому он пошел по миру Потому что там По признакам теперь ключа Каждый человек делает Каждый человек делает Те движения Которые синхронны Его текущему состоянию Поэтому рок-н-ролл Только я как специалист Рассматриваю Народные культурные традиции Оказывается Вот как Блок писал В свое время Что из хоровода Допустим Можно вынести Даже рецепт Приготовления Вишневого варенья Да Бахтин Великий Бахтин Писал о народно-смеховой культуре Оказывается Все эти обычаи Танцевальные Вечера Там какие-то Гоголи Хорошо расписывал Да Ну Это очень интересно Я когда читал Я прямо узнаю Узнаю Как специалист Узнаю Где какие действия Описаны Люди Интуитивно Веками Совершали эти действия То в хороводах То в каких-то обычаях Я оттуда все это вытащил И показал И обучаю То есть по существу Здесь Объясняется На чем все это основано И поэтому Если до какого-то урока Допустим Изучение на английском языках Или до изучения Бальных танцев У нас кстати говоря Очень много и в Белоруссии У нас же есть школа Человек будущего И как раз таки Здесь написано Что здесь Есть и участники Этой школы Человек будущего Которые свои приемы Создали на основе Принципов ключа Я там принцип раскрыл И каждый человек Может создавать себе Свои собственные Упражнения Приемы Которые снимают стресс И дают возможность Использовать энергию стресса В собственных интересах Вот перед уроком Английского языка Или перед бальными танцами Или перед освоением Любой новой деятельности Если пять минут Разминку сделать По психогимнастике По методу ключ Урок идет успешнее И для ученика И для педагога Это очень интересно Люди быстрее осваивают Новые языки Новые профессии Открывают у себя Способности И таланты Творческие возможности А я там Мой личный пример Я говорю Вот я писатель И педагог И врач И обучаю Сборные Там Чемпионаты мира Я готовил И художник И художник Пожалуйста Да Ну наверное Поэтому я и мог Создать этот метод Потому что Я И тем И другим То есть я Междисциплинарный человек Потому что Психолог допустим Он только психолог Физкультурник Только физкультурник И в своих статьях Он пишет об этом А я в этой книге И поэзия И у меня И упражнения И участники Нашей школы Приемы Там показывают Свою ногу И так пример Чтобы каждый мог Научиться Сам создать себе Лично для себя Свои собственные приемы По принципам ключа А если возвращаться Все-таки к космонавтам Неужели им были Тоже нужны Дополнительные навыки Ведь Отряд космонавтов Идет по своей программе Работает очень серьезно И там подготовка Тоже очень серьезная Что вы им дали Что вы могли им Дать нового Ну да Адаптация в космосе К перегрузкам К невесомости И к стрессу Три фактора Стресс Перегрузка Невесомость Вот три фактора И меня пригласили Я тогда работал В Махачкале Я заведовал Кабинетом Иглотерапии И одновременно Занимался Гипнотерапией Ну Я с детских лет С увлечением этим Занимался Рефлексотерапией И еще в институте Описал Наушные статьи По этим темам Я смог Соединить Гипнотерапию С Иглотерапией И Открыл феномен Что без иглы Можно вызвать Реакцию тока Это Течи Называть Сейчас я перейду К космонавтам Течи Это когда ты Погружаешь Пациента Своего В транс И внушаешь Ему Что у него В точке Пошел ток Ну Вместо того Чтобы иглу туда ставить Да Я как раз Иголочки Пробовала Именно в этом месте Да Понимаю О чем вы говорите Ламутка Там Нервная Структура Нервная структура Там Течи Называется По-китайски Чи Чи Это ток Энергия Энергия Чи Ну и цигун Чигун Вообще-то На самом деле Правильно Чи Течи Это феномен Отдачи Правильное Попадание Иглы В тучку Характерно Вот этим Импульсом Ламоты Распирания Тепла А не менее Электрического Тока Ну Вот Если вы точно Попали Немножко Так Если точно Попали Ну Не до боли Вот то же самое Происходит Когда локтем Ударишься По нервам Да Но здесь Большая Доза А здесь Микро Микро Но когда попадает В точку Ламотка Распирание А не менее Ток Пять Характерных Специфических Ощущений Точного Попадания Иглы В точку Так вот Оказывается Я подумал Слушайте Если это же Ощущение А давайте Мы в гипнозе Я же гипнозом Занимался Давайте мы в гипнозе Эти ощущения Вызовем И посмотрим Что будет Какая реакция В точке Произойдет Это же Отражение Этой реакции В коре головного мозга Давайте мы пройдем Через кору Головного мозга Включение В точку Я погрузил В гипноз И сказал В теле идет Ток И каждый Ставал показывать У меня здесь Пошло У меня здесь Пошло А он не знал Атмоса По иглу У колоде А я ему Потом Атмос показываю Он мне показывает Как у него Там Да действительно Желодок болел У него там Прямо Под коленом А там Точка С англи У кого-то Здесь У кого Лехи Были Нездоровые Здесь Пошел Ток У кого-то По сердечному Каналу Пошел Ток Представляете Обо мне Первую книгу Написали Аграновский Валерий Известный Публицист Его брат Землю Написал Брежнева Аграновский Валерий В своей книге Визит К экстрасенсу Там Речь шла Джуни Там Вот таких Которые Утверждали Что биополе Есть А я Там Был Как бы Эксперт Консультант И свое Мнение Говорил Я ему Рассказываю Валерий На самом Деле Никаких Экстрасенс Нет Потому Что Есть Вот такие Феномены Я ему Рассказал Что Вот Гипноз Например Если Внушить Стадион Посадить Людей У каждого Свои Болезни У нас Нет Возможности Сейчас Подходить Измерять У кого Что Ну Там 5 тысяч Человек Сидит А я Беру Весь Стадион И С микрофоном И Всем Говорю Расслабьтесь Вы погружаетесь Приятная Безмятежное Состояние То же самое С ключом Человек Может Сделать Сам Но Тогда же Не было Еще Ключа И Вот Я Мог Сказать А я Так Делал В институтах В университетах Приходил Там Все Просто Поражались Я Им Говорил Расслабьтесь Безмятежность Те же Самые Те же Самые Признаки Произносил И У них Возникало Это Состояние И Потом Я Говорил А теперь В вашем теле Начинает Пульсировать В какой-то Точке Распространяться Под тело Распространяться И радиировать В форме Тепла В форме Там Ломотки Ну Феномен Отдач Да Электрического Тока И один Говорит У меня Здесь Пошло У меня Здесь Пошло Да И на самом Деле Я когда Это Рассказал Аграновскому Аграновский В этой Книге Написал Это В этой Повести Он там Написал И вы Представляете Себе Он с юмором Написал Как смеялись Люди В высоких Кабинетах Имеется ввиду Здравоохранение Когда Алиев Приходил К ним С этим Фокусом Когда Я им Рассказывал Я же Это Рассказывал Это же Было Научное Открытие И там Написано Было Что Это Алиев Открыл Природу Обратных Биологических Связей Кортика Точка Висцеральных То есть Я Через Кору Головного Мозга Включал Точку А точка Как наиболее Древнее Звено Кора Когда Образовалась Уже Молодая А покровы Покровы Тела С внутренними Органами Кортика Точка Сюе Ну Точка Сюе По-китайски Висцеральные Обратные Связи Что я Открыл Эти Обратные Кортика Ну Скажем Сюе Висцеральные Связи Обратные И как Смеялись Люди В высоких Кабинетах Когда Я там Замминистру Это Рассказываю Или там Какому-то Профессору Рассказываю Но они же Поверить в это Не могут Как это Может быть Понимаете Но это Было научное Открытие Научное Открытие А теперь Человек Наученный Ключу Например Ну По крайней мере 30% Людей Легко Учится Сразу За 15-20 Минут Научается Ключу Остальным Надо Добавить Дополнительные Компоненты Потому что Ну допустим Ты пытаешься Чтобы у тебя Руки пошли А у тебя Плечо болит Ну помассируй Плечико Потом сделай Уже пойдет Ну то есть там В этой книге Все написано Я почему Теперь про космос Так вот Я когда Этим занимался Что гипноз Вызывал точку В точке Реакцию Была названа Она Сигнальная Рефлексотерапия Сигнальная То есть Когда не надо Инфицировать Когда не надо Ну боль вызывать Когда Вообще Когда делают Укалывание Боли не должно быть Это неправда Когда говорят А ты терпи Неправильно Надо найти Между рецепторами Такое место Где боли нет Искусственный врач Не делает с болями Иглоки Вот И значит Меня пригласили В центр подготовки Космонавтов Потому что Услышали Про то что Что я изобрел И мне Андреан Григорьевич Николаев Он был Замначальник Центра подготовки Космонавтов Ну Муж Терешкова Может быть Так Второй человек Планеты Который в космос Летал Это известный человек Конечно Известная личность А здесь Кстати Есть фотография Меня с ним Потому что Мы с ним Стали друзьями И я даже Жил у него В квартире Он меня забрал Там из орбиты Из центра подготовки Космонавтов Говорит Иди ко мне Жить В квартиру Да Он меня Очень уважал Любил Я его Очень любил Я когда Потом В Чувашию Приезжал Меня на руках Насили Потому что Услышали Что я дружил С Николаевым А там Национальный Ну конечно Добрейший Добрейший Честнейший Благороднейший Человек Это я просто Был потрясен Какой он Как он Обо мне Заботился Как он Звонил Щелоков Меня Знакомил С МВД СССР Меня Знакомил Потому что Он вдруг Увидел Что эта вещь Работает Я там В центре Подготовки Космонавтов Не только На технической Территории Сейчас скажу Как я ключ Там изобрел А еще Меня попросили Через медуправление Звездного Городка Со всей Со всеми Мамами Бабушками Дядями Тетями Со всеми Мужиками Всего Звездного Городка И ко мне Там приходили Все Я потом Через 10 лет Туда приехал В гости И тут Значит Слагбаум Открывается Я захожу Через бюро А тут идет Женщина Через 10 лет Уже Женщина идет И с ней Дети какие-то Она меня увидела И говорит Ой Куда Наверное Приехал Хасик Григорьевич Перепутала Магомедович Ну а ты Помнишь Хасик Григорьевич Хасик Григорьевич Ну У него образ Такой Остался Ну Так Мне было Приятно Ну Так Мне было Смешно Ну Магомеду Трудно Короче У меня Порис С тех пор Понимаете Его Значит Я пригласил Мне Николаев Тогда сказал У нас в космосе Гипноз нельзя У нас космонавт Должен сам Все делать Ты можешь Придумать Такой метод Чтобы он Когда ему нужно Сам точку Включал Без гипнотизера И я тогда Пригласил Значит Людей Которые летали В невесомость Группу Пригласил Там и космонавты Были И летчики Испытатели Были Ну Вы знаете Самолет Взлетает Там И в этот момент Потом Горку делает И человек Который Привязан Там ремнями Как в лифте Знаете Когда лифт Резко опускается Тоже возникает Такое состояние Это элемент Невесомости А полная Невесомость В комнате Оно Максимальное Я Кто летал В невесомость Космонавты И летчики Истребители Я их пригласил И я им сказал Пожалуйста Вспомните Вот это состояние Невесомости Которое вы в жизни Испытывали Они же его знают И вот они Стали вспоминать Я смотрю У кого-то Раз Рука Пошла Нога Пошла Вот так Воспроизводится По памяти И вдруг Один говорит Ой у меня Зуб перестал болеть А другой говорит А у меня Усталость сняла А вот смотрите Вот рука пошла Так это же Один из приемов Ключа Я сразу Пригласил Другую группу Которая никогда Не летала В невесомость Я им сказал Представьте себе Что руки всплывают Они сделали Тоже кто-то Говорит Ой как мне Хорошо Стало Голова перестала Голеть Вот были Так первыми Изобретены Ключевые Ключевые Приемы В 81 Году В 81 Году А в 87 Году Они Уже Пройдя все Испытания В институте Сербского На производстве Вот с этими Микроскопами О которых я говорил И с больницами Уже были Утверждены Минздравом СССР Так СССР же Был И Белоруссия Так что Белоруссия Должны знать Что этот метод Был утвержден Минздравом СССР Когда мы были Все вместе Да Можно сказать Что у вас Свообразный юбилей Потому что Как раз 21 год Это 40 лет С момента Как раз Ваших первых Упражнений Методики ключа Да И вот представьте себе Теперь они уже В учебнике А это учебник старый По физкультуре А сейчас уже Новое издание Это же не я издаю Это Министерство образования И там есть Обо мне И о методе ключ И что он помогает Детям и педагогам А сейчас новое издание Вот в прошлом году вышло Там прямо с картинками Все эти упражнения Но там только часть метода ключа Которая называется Синхро-гимнастика То есть там упражнения Хлёст Шалтай-болтай Потом это упражнение Вис Вот о котором я говорю Ну которые здесь В книге есть Так что вот Все эти упражнения Они отражены в книге И читатель Когда первый раз Попадает В вашу книгу И ничего не знает О ключе Он может для себя Выбрать какие-то Основные базовые упражнения И их делать И создать себе новые Лично для себя подходящие Потому что В чём ошибка физкультуры вообще Йоги вообще Медитации вообще В чём ошибка Шаблон Вот говорят Делай так А тебе это может подойдёт И у тебя получится А если не подойдёт Они говорят Делай пока не получится И ты годами тренируешься А здесь говорят Этот старый принцип Повторения мать учения Делай пока не получится Это хорошо Но если ты хочешь Чтобы быстро получалось Подбери себе то Что получается Отбрасывая то Что не выходит И когда ты подбираешь себе То что получается У тебя сразу получается Но зато твоё То есть ты не подражаешь кому-то А делаешь как тебе подходит А это даёт максимально взрывной эффект То что можно было Обычной физкультурной гимнастикой Сделать там за 15 минут Тут можно за одну минуту сделать Потому что ты будешь делать Те движения Которые тебе подходят А не те Которые Петров делает А раньше же как говорили Подход должен быть индивидуальный А на самом деле Говорили в практике Делай как я А здесь как раз таки Индивидуальный подход На самом деле То есть каждый человек возьмёт Будь то бабушка Будь то ребёночек Возьмёт и по себе Подберёт приёмы И сам может себе создать Поняв принцип А сам процесс подбора Путём перебора Который я впервые в мире Сформулировал Там у меня есть новая модель Работы мозга Которую я создал Там как раз таки Сам процесс подбора Сам процесс Оказывается Открывает творческий потенциал И развивает личность Оказывается Примерка приёмов Вот как примерка там Рубашки Примерка приёмов Уже развивает Личностные качества творца И поэтому физкультура Уже превращается В развитие личности На самом деле Становится культура А не просто Телесным физическим действием Хасан Магомедович Хотела спросить у вас Всё-таки 20-й год Мы все будем его вспоминать Прежде всего Из-за коронавируса Ковида И ситуации изоляции И наверняка Это отразилось Ну На психологию человека На его Самоощущения И многие пережили Настоящий стресс Сидя в изоляции И до сих пор Переживают Потому что Особенно люди Для которых мир был открыт А сейчас границы закрыты И они Чувствуют себя уязвлёнными Скажите пожалуйста Вот как Можно человеку Преодолеть Вот мы сейчас выходим Потихонечку Уже мир открывается Потихонечку Но всё-таки Как можно преодолеть Это состояние И может быть Вы по своему Какому-то наблюдению Заметили Больше ли людей Стали к вам Обращаться За помощью После ДАМ Вот Двадцатого года И условий Изоляции И пандемии Конечно Постоянно Обращаются У меня Как раз-таки Каждый вечер С восьми вечера Я сажусь За компьютер Чтобы оказывать Бесплатную помощь Пострадавшим От ковида И которые Боятся ковида У многих Уже формируется Как раньше Канцерофобия была Боясь заболеть Рак А сейчас Болеть Заболеть Ковидом Потому что Нагнетается Вот это всё И потом Изоляция Многих Людей приходится И Раньше Они могли Пойти туда Сюда А теперь Их разрывает Между собой Расчеловечивание Такое происходит Конечно Они мне звонят Пять минут Я делаю бесплатно Пять минут Но на самом-то деле Школа Человек Будущего Ну я так Благодарен Издательству А истерия Что здесь Школа Человек Будущего Homo Futurus Обозначена И обозначен Даже вход Туда И поэтому Все кто боятся И все кто Хотят обрести Тут прямо Пожалуйста Набирайте туда Вход Это получается Пропуск Для белорусов Пропуск В общем Мировую Международную Школу Человек Будущего Пожалуйста Обучайтесь Чтобы не бояться Ну пожалуйста Вход свободный Бесплатный Пожалуйста И выходите с нами На бесплатные Ликбезы Выходите с нами На вебинары Которые По минимальной цене Доступны Каждому Специально Чтобы Человеку Было доступно И вот Получить там В сотрудничестве С российскими С итальянскими С греческими Со всем миром Общение Потому что Мы вместе Там создаем Науку Человечности Из-за Отсутствия Которые Ни религии Не спасли Нас От коронавируса И ничто Нас Не спасло Ни классическая Литература Ничего Не спасло А вот Наука Человечности Нас Совместное Создание Оказывается Именно Человечность Она как раз И развивается Вот в этом Состоянии Перехода От стресса К безмятежности Открывается Геном Человека Творца И когда мы Создаем Науку Человечности И там Метод Ключ Конечно Участвует И мы там Проводим Эти занятия Практически Пожалуйста Я очень Вам благодарен Потому что Книга Вход в школу Человек Будущего Ваши слова Очень созвучны Девизу Этой Книжной Выставки Ярмарки Что книга Объединяет Людей И страны Это девиз 28-й Минской Книжной Выставки Ярмарки И наше Время Уже Подходит К концу Хосай Магамедович Спасибо Вам огромное Это была Очень интересная Беседа Я уверена Что многие Сейчас захотят И приобрести И прочитать Эту книгу И конечно же Вы просто Своих Каких-то Новых Последователей Обредете И желаю Вам тоже Здоровья И чтобы Как можно Больше Людей Узнавали О Вашем Методе И читали Вашу Книгу Спасибо Большое Очень Вам благодарен Я обычно Пишу Всегда Спасибо Сердечное Давайте Всего доброго До свидания До свидания Субтитры